Мы продолжаем с помощью Всевышнего переводы Орхот Хаим Роша, и мы дошли до третьего дня. Как я уже говорил, это книга Мусара, разделенная на дни недели, где Рош советует наверняка себе тоже, себе и другим, на чем работать, на чем концентрироваться, из качеств, из некоторых утверждений. Здесь это просто халаха, то, что, в общем, известные вещи, но нужно быть особенно осторожным, а кое-что, это скорее мусар. Итак, из всего, что ты ешь, говорит, или пьешь, обязательно делай броху в начале и в конце, и имей кого, ну да, концентрируйся. Опять же, то, что нужно делать броху, это халаха, в этом, это не то, что это хумра, это строгость особая, но вот то, что нужно концентрироваться, это полезный совет, потому что большинство из нас, к сожалению, привыкает постепенно делать брохи автоматически. Или это обязательно покрой голову, когда делаешь броху. Опять же, в наше время это очевидная вещь, потому что все носят ермолки или какой-то головной убор, но когда-то это было просто хумра, или, во всяком случае, не все это делали, поэтому Рош пишет, что обязательно покрой голову, когда делаешь броху. Не удивляйтесь, еще во время Гра, 200 с чем-то лет назад, Гра писал, что по букве закона можно даже молиться, не покрыв голову. Хотя не все согласны с Гра, но в основном случае, что это Гра, что все, что мы носим ермолку или какое-то покрытие головы, для мужчин это не по букве закона, для женщин замужних это по букве закона, а вот для мужчин это просто хороший минхак. Когда-то во время хазаньи все и не всегда покрывали голову, и даже во время решения это еще все считалось хумрой, поэтому нужно Рошу подчеркивать, что делай броху с концентрацией и при этом покрыв голову. И, опять же, насчет концентрации он пишет, что закрой глаза и думай о Всевышнем, а не как человек, который говорит броху, а думает совсем о другом. Знаете, это парафразирует он выражение из пророка, что этот народ, он устами меня уважает, а сердце его далеко от меня, говорит Всевышний. Вот так многие люди делают броху и при этом думают совершенно о другом, или вообще ни о чем не думают. «Мой руки перед молитвой и перед едой, и делай броху, когда сходил в туалет Аширьяцар, и тем не менее броху Альнитиот Едаем не делай». Опять же, сегодня это вещь очевидная, мы все знаем, что после туалета нужно только делать броху Аширьяцар, а не Альнитиот Едаем. Но когда-то был диспут на этот счет, поэтому Рош подчеркивает, здесь это халахический псаг фактически, что Альнитиот Едаем не нужно делать броху каждый раз, когда моешь руки после туалета. А вот Аширьяцар нужно. И кроме как, если ты, говорит, вытирался и собираешься молиться сразу же, тогда нужно сделать броху. Это известная Аширьяцароша, что если человек сходил в туалет, и руки у него грязные, и он собирается молиться, любую молитву, не только Шахарит, Минху или Равит, например, то он должен делать броху на мытье рук, потому что сейчас мытье рук по букве закона. У нас халахаш, что мы только моем руки с брохой утром, а также перед едой хлеба. Но перед Минхой, перед Равитом мы моем руки без брохи. Но вильмитский Гаон, интересно, он следовал Рошу, и действительно, когда моем руки перед другими молитвами, он делал при этом броху. Теперь он говорит про то, что важно носить цицит. Опять же, сегодня все практически ордоксальные евреи носят цицит. Но когда-то не все и не всегда носилились. По букве закона, опять же, цицит не обязательно носить, если нету четырехугольной одежды. И мы просто носим, чтобы из-за любви к Митцве, чтобы всегда иметь цицит на себе. Но по букве закона, во время Роша, во многих местах в Испании, в том числе, большая часть евреев не носила цицит постоянно. Поэтому он это подчеркивает. И говорит, что будь скромным, когда ты даже в туалете, и когда ты дома. Потому что даже мелочи, которые человек делает, даже его частные разговоры с собственной женой, и то за все придется в результате давать отчет после смерти. Это, опять же, выражение из Талмуда, чтобы люди были осторожны, не думая, что неважно то, что человек делает, когда его никто не видит. Потому что Всевышний всегда его видит. И всегда бойся Всевышнего, и не рассматривай запрещенных жен, женщин, даже если эта женщина не замужняя, нельзя рассматривать. И обязательно имей кошерные мизузы у себя дома. Это тоже в наше время кажется очевидным, но в те времена во многих местах, как еще Рыма приводит этот Минхаг, вешали только одну мизузу на весь дом. И говорит Рыма, что не на что положиться. Даже Рыма, который всегда пытается найти оправдание еврейскому народу, но здесь он говорит, что не на что положиться, что они только одну мизузу на вход в дом вешают, а не на каждый дверной проем. Поэтому Рош подчеркивает, и в особенности в Испании была проблема, что они мизузы, твилины, цицид не очень строго соблюдали. И вот поэтому он подчеркивает тоже. Я уже в другом месте рассказывал, что Смаг в особенности старался в Испании евреев уговорить надевать твилин. Вещи, которые нам сегодня очевидны, но вот так вот, к сожалению, у них из-за разных причин, о которых сейчас не место обсуждать, получилась такая вот ситуация, что многие евреи, которые в общем были соблюдающие, но твилин не надевали каждый день, цицид не носили. С мизузой тоже были проблемы. Но с мизузой были проблемы не только в Испании. По всей Европе фактически были места, где люди не очень были строги вот с тем, чтобы вешать мизузу на каждую дверь, как положено по закону. Дальше Рош говорит, не открывай чужие секреты. Очень важное утверждение, очень важный совет. Что бы ты ни услышал, что тебе говорили, или перед тобой говорили, всегда только держи это скрытым у себя внутри. И не думай, что раз ты уже слышал это, то, соответственно, можно и другим рассказывать. И утром, и вечером, и днем соблюдай молитвы, времена молитвы, то есть вечернюю, утреннюю и послеполудную молитву, все вовремя молись. И за час до молитвы уже приготавливайся к ней. И старайся быть из первых десяти в синагоге. Это все хорошие советы из Талмуда. Опять же, это не то, что закон, что обязан быть из первых десяти в синагоге. Потому что, а что делать, если в синагоге всего 100 человек? Из них только 10% будет из первых десяти. Поэтому нельзя сказать, что каждый обязан быть из первых десяти. Меня очень удивило, что в одной синагоге, в Йом-Кипур, у них был очень длинный вид у них такой обычай. Из Сирии, при признании грехов, у них на каждую букву десятки грехов. И один из грехов был, что я не был из первых десяти в синагоге. Меня это очень удивило. Это же не грех, это, может быть, недостаток идеального поведения, но это не грех, чтобы признавать его. Потому что что делать в синагоге, где много людей? Там большинство не будет из первых десяти. Но без сомнения, это хорошо. Быть из первых десяти, и так говорит Талмуд. И не говори никаких пустых разговоров в синагоге. Очень важный тоже закон, то, что люди обычно неосторожны с этим, болтают в синагогах. Даже не во время молитвы нельзя говорить в синагоге ни о чем, кроме митсвы и торы. Другое дело, что сегодня некоторые синагоги строят на определенных условиях, но все равно даже там не следует болтать пустые разговоры. И надевают филин на руку и на голову. Опять же, сейчас любой доксальный еврей это делает, но не всегда и не все делали так. И говорит, что введите себя в общем в среднем, как средний, в отношении еды, в отношении всех своих качеств, ни направо, ни налево. То есть не слишком в одну сторону, не слишком в другую поворачивайся. Должно быть все посередине, как Рамбам тоже считал. Это известная философская концепция, что середина в большинстве случаев это идеал. Не во всех, но в большинстве. И всегда стремись к миру. Говорится, родев шалом, бежит за миром, старается очень добиться мира. Это идеал еврейский, как говорит Берки. А вот по отношению к Аарону. И обязательно оставляй себе времена, когда ты занимаешься Торой. В том числе до еды и перед сном. И разговаривай слова Торы за столом. И также учи своих домочадцев по Торе. Все, что они говорят, чтобы было по Торе. И чтобы их род был чистым, не оскверненным. Чтобы не говорили ртом то, что нельзя говорить. Например, сплетни или там всякие запрещенные другие слова. Клятвы, лжи, ложь и так далее. Потому что, говорит, первый суд человека, говорит Талмуд, это по отношению к тому, как он занимался Торой. Поэтому нужно именно род приготовить для занятий Торой, а не, соответственно, для чего-то противоположного Торе. Род — это очень святое место у нас. Союз рта. Можно им добиться очень много хорошего, говоря слова Торы. А можно обратно их освященным тем, что сплетничать и другие запрещенные слова говорить. И всегда, говорит, радуйся, если тебя упрекают, как будто ты нашел сокровище. Если тебя в чем-то упрекнули, радуйся, как будто ты нашел сокровище. Лучше, говорит, открытый упрек, чем скрытая любовь. И тем, кого упрекают, и тем, кто упрекает, это всегда хорошо. И в мицовой истории упрекать, и, соответственно, тем более нужно человеку быть готовым услышать упрек и принять его. Это мы уже не раз говорили на других видео тоже по разным книгам. Хорошо, если бы это еще удалось соблюдать. Теоретически мы все знаем, что лучше быть человеком, который готов слушать упрек и изменить себя. Но практически у всех обычно не так просто получается. Когда начинают упрекать, то подсознательно сразу же штыки берем. А то пытаемся как-то оправдать себя или, наоборот, вернуться и критиковать того, кто нас пытается упрекнуть. Очень трудно быть из тех, кто любит упрек. И говорит, что всегда, когда что-то делаешь, подумай, чем это кончится. Начало дела нужно ставить в конец всегда. Мудрый тот, кто знает, что будет. Поэтому рассчитывай потерю от митсвы, сопротив награды за митсву, которую, кстати, получишь. И, наоборот, за грех, ее награду за грех, сопротив того, какая будет потеря из-за этого. Это все исперки, а вот получение отцов. Потому что мудрые у него глаза, как говорится, на голове. Это выражение из Кохелета и объясняют, что имеется в виду, что он заранее роет ханалат, как говорится, смотрит и видит, что будет. Рассчитывает свои шаги вперед. Будь очень осторожен, чтобы не полагаться на свое сердце. Слушай совет и принимай мусар. И будь энергичным, чтобы сделать то, что тебе нужно сделать. И охранять свое сердце. Тут, кажется, основная идея в этом последнем утверждении, что не полагайся только на себя. Человек не объективен, и часто ему нужен совет других. И тем более, если ему какой-то мусар, какое-то учение дают, что-то, что, может быть, ему не очень нравится, но нужно, если мудрый человек ему, например, что-то посоветовал, то нужно это принять. Не вставай с кровати, как лентяй, а наоборот, с большой энергией, чтобы служить своему создателю. И не опаздывай в синагогу, беги туда и соблюдай, следи за своими ногами, чтобы они не были грязными. Не очень понял. Они же вроде босиком не ходили уже в те времена. Во время Хазаль многие ходили босиком и мыли руки, то есть ноги тоже, в действительности, по утрам. Но во время Роша, мне кажется, в Испании босиком не ходили. Может, он имеет в виду, что иногда все равно на ноги, на ботинки падает какая-то грязь, или если он в туалете был, может запачкаться. Поэтому нужно проверить и почистить ботинки, прежде чем заходишь в синагогу. В смысле, вытереть их обо что-то, может, это он имеет в виду. И когда ты молишься в синагоге, соответственно, имей концентрацию, это он уже писал. Не говори, не произнося слова правильно. Может, имеет в виду, когда молишься, нужно произносить все слова четко и точно, а не, знаете, как некоторые, как будто не картавят, а вот, знаете, произносят слова, очень жуют, непонятно, что они точно говорят. Так же, как перед человеком никто так разговаривать не будет, иначе его не поймут. Так же и перед Всевышним, тем более, нужно молиться так, чтобы слова были точны. В особенности каббалисты, и среди сефарских евреев особенно, вот это подчеркивается, насколько важно произносить все правильно, не путать разные буквы. Вот, например, Капахаим пишет, что многие говорят «кадиш», и произносят все неправильно. Вместо «едгадаль» через «г», «гимель», да, «едгадаль» от слова «гадоль», да, «возвеличится». Они говорят «едкадаль», как будто это «кадаль», это по-рамейски задняя часть шеи, да, «едкадаль». Что заедет «кадаль»? Вот так вот многие слова произносят неправильно, потому что не стараются произносить как следует. И говорят, что когда хазан молится, нужно внимательно слушать и отвечать «амен». И никогда не забывай о смерти, которая может прийти в любой момент, и тебе придется стоять на суде. Это, в принципе, совет опять же из слов «хазаль», что сделает шуву в день до смерти, так спросили у мудреца, когда человек знает, что когда он умрет. Он сказал, вот поэтому делают шуву каждый день. Вот, еще говорят наши мудрецы, что этот человек готов согрешить, то вспомни про день смерти, это один из советов. Вот еще другие советы, шма, например, прочесть. Вот, все эти виды мусара, которые он пишет, в основном, как мы видим, он взял из хазали. Но многие из них все равно для нас малодостижимы, мы, может быть, не на таком уровне, чтобы всему этому следовать. Но хотели бы хотя бы знать, что такое существует, уже это немножко помогает. И последний его совет на этот день – это не занимайся митцвами только ради того, чтобы получить награду. Опять же, выражение «исперкиавод», что служить Всевышнему ради Творца, а не ради какой-то пользы, которую для себя ты какую-то выгоду хочешь извлечь. И также, когда ты не делаешь греха, тоже не делай, пусть это не будет из-за того, что ты боишься наказания именно, а именно из любви к Всевышнему. Опять же, это не значит, что если человек служит Всевышнему только потому, что боится наказания, это так уж плохо. Это не идеальный, конечно, вариант, но это тоже определенный уровень. Пусть даже человек будет полностью праведный, но из-за того, что он боится наказания Творца, это тоже определенный уровень. Не зря Сифри и Мусар постоянно об этом говорят, и не зря сама Тора говорит о наказании. Но идеальный уровень – это служить Всевышнему из любви, а не из-за того, что боишься плетки, так сказать. И на этом заканчивается третий день изучения Орхот Хайм Роша. Если вам нравится, жмите лайк.